День милиции – это праздник всех тех, кто посвятил свою жизнь благородному делу, охране прав и законных интересов граждан, общественного порядка и безопасности, борьбе с преступностью. Сегодня все подразделения милиции, криминальная, общественной безопасности и кадровая, всегда готовы прийти на помощь. Среди них особое место занимает патрульно-постовая. Патрульно-постовая служба выполняет задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан. Пресечению, предупреждению правонарушений и преступлений на улицах города Бреста, а также в общественных местах. На данный момент подразделение патрульно-постовая служба милиции является мобильным подразделением, способное реагировать на оперативную обстановку. Она заступает в 4 часа, несут до часа ночи. Также у нас есть мобильная группа, которая работает и с утра, и также работает в ночь. Сотрудники, которые приходят сюда уже с высшим образованием, у них дальше есть возможность получить офицеров. Они идут или в криминальный блок, то есть в розыск, или участковые инспекторы милиции. Далее получают офицерские звания и растут дальше по карьерной лестнице до начальников, заместитель начальника управления. Ежедневно на улицы города Бреста выходят сотрудники патрульно-постовой службы, чтобы обеспечить правопорядок, спокойствие и безопасность в обществе. Наиболее пристальное внимание – места массового скопления людей. Оживленные проспекты, железнодорожные и автовокзалы, стадионы, большие торговые центры. Наша съемочная группа вместе с патрульно-постовой службой отправилась на одну из самых оживленных улиц города Бреста – Советскую. Среди тех, кто пристально наблюдает за безопасностью граждан – милиционер роты ППСМ Егор Мигалевич. По ходу прохождения срочной службы решил, что продолжил свою жизнь и свою карьеру с милицией. Под конец срочной службы перевелся в войсковую часть 5526 в Бресте, где уже под конец своей срочной службы начал проходить военно-врачебную комиссию для трудоустройства. Патрульно-постовая служба прошел ее и устроился уже в Ленинское РУВД города Бреста в патрульно-постовую службу милиции. Патрульно-постовая служба является началом хорошим для любого человека, который хочет связать свою карьеру с милицией. Здесь можно многому научиться, узнать, как вообще система, структура работает. И эта служба дает хороший старт. Сегодня, чтобы идти в патрульно-постовую службу, необходимо обладать некоторыми качествами и умениями. Нужно не бояться общаться с людьми, какие-то конфликтные ситуации уметь урегулировать. Это как бы и психология, коммуникабельность для человека важна, чтобы проходить службу в данной структуре. Потому что бывают различного рода ситуации, на которые мы выходим, потому что бывают вызыва абсолютно разные могут быть. Когда приходим, мы не знаем, чего там ожидать. И банально может быть какая-нибудь простая ситуация, где нужно просто людям объяснить, что после 11 уже шуметь нельзя. А может быть такое, что нужно вплоть до того, что применять какую-то физическую силу, задерживать людей. Сегодня патрульно-постовой всегда на виду, и от его действий во многом зависит имидж всех правоохранителей в целом. Поэтому с молодыми сотрудниками, которые только делают свои первые шаги в профессии, проводится активная воспитательно-кураторская работа. Ведь в основе отношений сотрудников милиции лежит взаимовыручка и взаимопомощь. Так как наряды чаще всего парные, где один за всех и все за одного. Сплачивать коллектив достаточно непросто, потому что у нас много молодых ребят, которые после школы сейчас. Ну, работаем с ними. Все командиры каждого звена постоянно работают с личным составом. Пытаемся чему-то научить, передать свои какие-то навыки, умения, опыт. Ну, постоянно идет работа с личным составом. Как-то заинтересовать, поощрить их. Есть, естественно, переживания, потому что у каждого командира есть определенный личный состав, за который он непосредственно отвечает. Ну, естественно, любой проступок, любое действие какое-то на отношении молодого сотрудника отвечает его командир непосредственно. Поэтому постоянный контроль. Юрий Лимонтович, Анастасия Милишкевич, Эдуард Бакунович, телекомпания БУК-ТВ. Юрий Лимонтович, Анастасия Милишкевич, Эдуард Бакунович, телекомпания БУК-ТВ.